Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру по названиям Detroit Become Human. Постоянно одно и то же, блин, говорит. Могли бы больше записей что-ли сделать? Так, интересно, за кого же мы сегодня будем играть? За Маркуса? Или за Коннора? В прошлой серии мы, блин, играли за Кэру и Коннора одновременно. Ну, Коннор как дополнительный персонаж был. Интересно, а будут ли ещё такие ситуации? По данным ряда источников, полиция Детройта получила... 10 ноября 2038 года. 16.30. Конечно, полиция уже давно применяет... Это Коннора, походу, говорят, прототип. Потому что он говорит, ты самый... самый совершенный прототип, самый новейший. Что-то забавно. Он посмотрел, короче, на других андроидов, которые едут... В отдельном месте. Что такое? Ммм, это воспоминания у него такие. Так, смотрите, символ. Смотрите, у андроидов есть воспоминания. Ну да, в принципе, должны были быть какие-то воспоминания у них. Так, кто-то разговаривает. Так, следующий граффити. Да, ну. Там кто-то разговаривает, надо думать. Эй, мистер, мелочи не будет? Забавно. Андроид может дать этот, как его... Мелочи обычным людям. Потому что андроида украли работу у обычных людей. Так, смотрите-ка. А, смотри. Это граффити, короче, сделанное, походу, андроидами. И, кстати, я заметил еще в прошлый раз. Короче, этот, как его... Красный... Красный... Лед? Красный мед? Нет, красный лед. Короче, красный лед делается из крови андроидов. А что, если этим замешаны какие-нибудь андроиды какой-нибудь... В андроид Волтер Вайт. Который варит уже не голубой мед, а этот, как его... Красный. Так, нажми следующую клавишу. Похоже, короче, это граффити сделали андроиды, и они зашифровали специальный код, который могут обнаружить только другие андроиды. Информация обновлена. Типа QR-кода. Найти это граффити. Короче, они в граффити зашифровали какие-то специальные QR-коды, которые видны только андроидам. Ну, по идее, неприкольно так сделали, потому что только андроид сможет найти этот Иерихон, где бы он ни был. Так, что это такое? Детройт Тодей. Андроид в бегах. Это Кэра, кстати, походу. Да, это Кэра, кстати. Я хотел, кстати, изображена Кэра вроде как, но... Я там увидел то, что там есть клоны андроидов, короче. Просто это её модель, и у неё у многих... То есть, есть определённая линейка моделей, и вот, допустим, определённой модели будет вот данное лицо. То есть, с таким лицом существует множество андроидов. Вот о чём я хотел сказать. Беглая машина сопровоцировала панику в Кэмдалине. Многие... Блин, плохо видно из-за мелкого шрифта. Многие километры... Так, ноги километры нетронутой земли. Вот настоящая страна свободы. Президент Ворн прибудет в Соединённое Королевство с официальным визитом. Андроид в бегах. Беглая машина спровоцировала панику в Кэмдалине. Сегодня жители детроитского городка Кэмдал стали свидетелями безумного погони, который завершил масштабным полицейским... Так... Который завершил масштабное полицейское облава на беглого преступника. И преступник этот необычный. Это не человек, а машина. У модели АХ-400 предполагается чрезвычайно редкий тип программной ошибки. Похожая машина была так намерена уйти от погони любой ценой. Вплоть до того, что рискнуло пересечь так оживлённую автостраду. Показания очевидцев неоднозначны. И в отсутствии официального заявления полиции невозможно сказать наверняка, что же именно произошло. Но корреспонденты местных СМИ уже начали расследование. Компания CyberLife воздержалась от каких-либо комментариев. Это, вероятно, лишь подогреет слухи. Андроиды. Обзор новейших моделей. Тэч Аддикт. На ИО полетят астронавты-андроиды. НАСА пошлёт в космос команду андроидов. Хакеры требуют денег, угрожая взломать комплексы солнечных батарей. НАСА пошлёт в космос команду андроидов. В НАСА объявили о подготовке к запуску экипажа из пяти андроидов, которые полетят исследовать ИО. Один из спутников и Пютера. Путешествие займёт три года. И, как ожидается, по его результатам мы сможем много узнать о формировании нашей Солнечной системы. Ранее андроиды уже использовались в качестве астронавтов. Однако это первый экипаж, целиком состоящий из машин. Теперь мы можем быть уверены в том, что андроидам можно поручить столь ответственный научный проект. «Андроиды принесут неоценимую пользу в деле освоения космоса», заявил Майкл Шелли, директор НАСА. «Космическая радиация губительна для человека. В ходе длительных космических перелётов люди подвергались воздействию множества негативных факторов, не имеющих никакого влияния на андроидов». «В НАСА подтвердили, что экспедиция не предполагает возвращения андроиды проработают на Ио несколько месяцев, прежде чем экстремальные климатические условия планеты окончательно выведут их из строя». Ну вот, то, о чём я говорил, то, что андроидов можно, по идее, послать в один конец. То есть, их можно, например, на Марс послать, допустим, чтобы они там, типа, колонию какую-то сделали. И там уже неважно, будет успешная экспедиция или неуспешная. И если будет успешная экспедиция, то они смогут построить колонию на Марсе. Если будет неуспешная, то, как бы, потеряем андроидов и всё. То есть, человеческие жизни уже, как бы, ну, не будет человеческих жертв. Отыскать следующий граффити. Так, с ними мы можем поговорить, да? Так, здесь взаимодействовать больше не с чем. Я вижу граффити. Но давайте пока что мы не будем взаимодействовать с граффити, потому что, может, что-то сужать не случится. Кстати, а. Найти граффити. Сюда меня тоже не пускают. Смотрите, я не могу через дорогу прилетти. Он просто останавливается и всё. Хотя, по идее, даже стенки не показывают. Ну, типа, нет никакой программной стены, которая мне не позволяла бы пройти дальше. Мы что, правда, выкинем Мэнди? Мэнди это, походу, новый андроид. Мэнди говорит, ей не остаются работы. Но она же клёвая. Знаю. Ещё один андроид, походу, отправится на свалку. Именно на ту свалку, с которой Маркус убежал. Я так думаю, это, типа, зарядка у них. Это либо, типа, зона ожидания, короче, они, типа, отключаются, либо зарядка. Давайте посмотрим, поговорить. Ты знаешь, где Верихонт? Не отвечает. Короче, я что-то замечаю, что некоторые андроиды вообще себя ведут. Вот, как-то странно, ну, то есть, как андроиды. А некоторые более человечные, что ли. То есть, у них разные типы программы. То есть, разные, короче, версии искусственного интеллекта. Возможно, даже в какой-то степени, некоторые версии, вот, например, как у Маркуса, они, как бы, наравне с, как бы, с мышлением человека, в общем. Ничем не отличаются от человека. Так. О, нашел. Так, это, похоже, символ Иерихона. Информация обновлена. Так. Блин. А, ну, в принципе, я могу... Так, звезда. Квадратик, еще одна звезда. Там у нас есть забор с колючей проволокой. Кстати, я, кажется, увидел это мельком. Да. Я знаю где-то. Мы прямо туда смотрим в роли. А, нет. Или да. Наверное, вон то есть граффити, который нам нужен. Так. Смотрим, что мы еще тут можем сделать. Так, тихо. Ммм, дорогу я перейти не могу. А, наверное, не могу в неположенном месте дорогу приходить. Хорошо. Стоп. А здесь я могу перейти дорогу. Забавно. Ну-ка, давайте я вот здесь вот перейду дорогу. Так, здесь нам нечего делать, так. Просто если мы будем переходить дорогу в неположенном месте, то, возможно, нас могут обнаружить. Так, ну здесь будет искусственная стена. Такой, не, не, не туда. Кстати, а вот откуда его программа знает, где находится следующая... То есть... Ну да, откуда знает программа, где находится следующая стена, в каком квадрате она находится. То есть, а вдруг нужная граффити находится вот там, а его программа ограничивает. Почему он не может идти туда? Или это всё из-за QR-кода? Ну да, вот я же говорил, мы её сразу увидим. Так, роботы. За решёткой. Так, нам куда-то... Вот сюда, наверное, надо идти. Даже не знаю, давайте перейдём сюда. Да блин. Я не могу туда идти. Чё, серьёзно, что ли? А, нет, могу. Почему он... Точно, у него, наверное, какая-то андрои... Это программа андроида. Я вспомнил, короче. Когда андроид стоит, и идут люди на него, он сам автоматически переходит. То есть, ну, передвигается и уступает дорогу людям. Типа у него так в программе заложено. То есть, в будущем это может его, наверное, выдаст, то, что он андроид. Опять граффити надо найти, инструктору побежали. Тут, по идее, слишком мало взаимодействия. Только граффити искать, и всё. Ну, по идее, тут ещё какое-то действие скрытое есть. Так. Кажись, я нашёл робота. Ну, то есть, граффити роботов. Так, ясно. Так, ладно, не будем привлекать внимание. Пойдём, как и все нормальные люди. На пешеходному переходу. Кстати, интересные светофоры они сделали. Так. Даже карту не могу посмотреть. Ну, просто так можно. А, типа, рассмотреть её поближе невозможно. Где я вообще вот нахожусь? Ну, ладно, это для нас не очень важно, потому что мир коридорный, не открытый. Так. Так, стоп. А, вот, нашёл. Скрытый сигнал. Так, стоп. А почему меня сразу сюда перевернули? Повернуло. Так, нам надо убрать. Так. Так, ясно. Ммм, это дорога, по которой нужно идти, чтобы попасть в Рейхо. Там маркеры, чтобы не заблудиться. Типа меток. Так. Опять-таки, мы ничего не можем сделать, ничего не можем исследовать, только посмотреть граффити. Так. Так, а где ещё? Так, доберитесь до крыши. Ясно. Его, наверное, сейчас кто-нибудь увидит, обнаружит. Так, стоп. Так, один символ мы нашли, а где ещё? А, вот ещё один символ. Так, где третий символ? Так, я не вижу третьего символа. Где ещё один символ? Блин. Стоп. А, он белый. Интересно, у андроидов же должно быть больше сил, чем у людей. Так, используйте следующие клавиши для предварительного просмотра маршрута. Так. Интересно. Так. Откуда у него такая программа? Он же как будет, типа, робот-помощник. Как он может анализировать такие вот акробатические труки? Короче, сами создатели дали слишком много возможностей для андроидов, и потом ещё удивляются, почему они обретают своё сознание, самосознание. Потому что сами дали слишком много всяких инструментов им для того, чтобы учиться. Почему обычному роботу-помощнику нужна программа, которая анализирует прыжки? Так. Один по-любому скрытый символ должен быть. Так, вот здесь нет. Так, я не вижу. А, вот, нашёл. Так, прочитать. Смотрите, тут, наверное, есть разные варианты, как мы могли бы. Хорошо. Будет недостаточно надёжно. Так, а если мы пойдём сюда? Так. Тут тоже два варианта. Недостаточно надёжно. Так, стоп. Значит, пойдём сюда. Так, будет куда надёжнее. Будет слишком высоко. Чё, серьёзно, что ли? Я специально не стал рисковать. Потому что здесь мы как бы больше рискуем. Его по-любому сейчас кто-то увидит. Потому что у нас как-то слишком идеально лазить. Так. Ясно. Это где-то здесь, кстати. Вот эта стена. Да, так и есть. Посмотрим, что у нас тут ещё есть. Андроид. Так. Здесь у нас сломан завал какой-то. Вроде типа лифта шахт... Шахта лифта была. Да, мы тоже вряд ли пролезем так. А, сюда тоже не пройти. Так, а мы, значит, уже почти пришли. А, смотрите-ка. Вот так вот надо встать под нужным углом. Ага. Что-то подобное я уже где-то видел. Или не видел? Так, стоп, подождите. Нет, это не тот обвал. Ну, я, кажется, знаю, куда можно пройти. Так, сюда? А, нет, сюда. Стоп, это где-то здесь получается. Так. Так. Стоп. Это вот отсюда смотреть надо. Что-то слишком как-то тут всё завалено для того, чтобы это... Был, ну, я так думаю, то, что сюда часто андроиды приходят. И это слишком тут всё завалено для того, чтобы андроиды сюда приходили. По идее, Марк уже не первый, кто идёт по этому пути. Мне кажется, уже множество андроидов прошли по этому пути. То есть, тут не должно быть завала. То есть, они так же бы расчислили его. Короче, слишком заброшенный путь получается. Где Ирюхана? Они что, на корабле что-то живут? Добраться до корабля. Так, ну здесь у нас, наверное, других вариантов не будет никаких. Либо так. Так, вот у нас различия. Путь отличается, походу. Мы можем два пути выбросить, как туда-туда добраться. Могли просто попробовать по мосту пройти, или не могли. Блин, отсюда бы плохо видно. Зря мы наверх, наверное, везем. Надо было всё-таки во мосту пройти. А если бы мост обрушился бы, тогда бы мы утонули, наверное. А здесь мы можем тоже упасть, разбиться. Так, а где мост? Вот этот мост. Блин, мне кажется, по мосту было бы куда безопаснее. Чайный огурцы. Продолжение следует... Так, хорошо, плавать он умеет. А интересно, а есть андроиды, которые не умеют плавать? Или это стандартная программа, которая заложена в каждом андроиде? Наверное, она заложена в каждого андроида. Хотя даже, по идее, если бы андроиды не умели плавать, они бы просто ушли бы на дно и потом оттуда бы пешком выбрались. Если, конечно, это не океан. Но с другой стороны, если андроиды умеют плавать, они идут ко дну, значит они легкие. А следовательно, значит, даже если бы андроид не умеял плавать, он бы просто бы, ну как, просто как деревяшка бы плавал на поверхности воды. Фонарик. Так, что-то вижу. Еще одно граффити, что ли? А, нет, это дверь. Стоп. А могу ли я сюда пройти? Идея могу. Давайте откроем дверь сначала. Она сломана, наверное, да? Хм, так и думал. Я думал, либо там тупик, просто комнату откроем, а там ничего не будет. Ну, тупик, короче, будет. Либо она сломана. Так, эта дверь тоже, скорее всего, сломана. Ну, может, они, блин, не сломаны, двери, а просто их заблокировали, чтобы они не открылись. Типа, какой-то замок защитный. Ага, здесь что-то новое. Так, возможно, это та дверь тоже не нужна. Так, стоп, я что-то там видел. Не, мне показалось. Мне показалось, как будто там что-то под кроватью лежало. Да, блин, ты не в ту сторону идешь. Опять андроиды заглючил, а он опять не в ту сторону пошел. Когда камера, блин, меняет свое местоположение, у андроид тоже разворачивается. Да че, типа у нас хоррор начался, что ли? Так, понятно. Нам придется расчистить завал. Что-то мне кажется, что мне нужно идти туда. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. Да, заперто, я так и знал. Хе-хе-хе, андроида заглючила. Мне нужно найти Ирюхон. Все, заглючил андроид. Блин, вот были бы сейчас люди, и он бы спалился то, что он андроид. Че-то это вообще не похоже на Ирюхон. Мы уже большую часть корабля прошли. А ни одного, ну то есть одного андроида мы его видели все-таки, но он куда-то убежал. Мне казалось то, что в Ирюхоне очень много людей, ну то есть андроидов, живет. Они, наверное, в каких-то капсулах просто стоят. Ну, типа у них сон. В режиме ожидания, короче, они стоят. Блин, он сейчас опять сам себя поломает. Че-то слишком долгий эпизод. Я думал, будет быстрый эпизод, когда я только начал сканировать знаки. Смотрите, тут разные андроиды. И Ирюхон здесь. Там и дворник какой-то был, и еще... Чего, блин? Вы хотите сказать, тут несколько путей развития было еще как-то? Не, ну, по идее, тут исход всего лишь один. Вы встретились с жителями Ирюхона. Так, посмотрим, что у нас здесь. Найти Ирюхон. О, смотрите-ка, все-таки был... Я же говорил, тут два пути, как достичь Ирюхона. Забраться на кран и прыгнуть. Либо мы могли бы по мосту идти. Так, а вы увидели мертвого андроида. Мы еще что-то не увидели. И еще что-то мы не увидели. И еще что-то мы не... Прочитать статью андроида в бегах? Понятно. Ну, то есть тут и остались. Ладно, хорошо. Мы еще раз этот эпизод в будущем перепройдем. Но исход всегда один. Тут нет других вариантов. Здесь один исход, но только мы... Ну, ладно. Скажем, допустим, ладно, два варианта. Все-таки это можно вторым вариантом считать, как типа... Но исход будет всегда один. Просто вариант достижения исхода разный. Так, ну что ж, ладно. На этом мы завершаем серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова